Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Это видео будет посвящено моему dedicated period, промежутку времени непосредственно за несколько месяцев до экзамена. Я вам в подробностях расскажу, какими материалами и источниками пользовалась, что помогло улучшить мой балл на пробных экзаменах. Поделюсь своими баллами за пробники MBME. Также в это видео будут включены все монологи о моих переживаниях, которые я записывала во время подготовки к степу буквально за несколько месяцев до экзамена. Получится очень насыщенно, интересно, поэтому запасайтесь чем-нибудь вкусненьким. Я начинаю свой рассказ. Начну свой рассказ с того, что уже такое dedicated period. Это промежуток времени за несколько месяцев до экзамена, у кого-то за несколько недель усиленной подготовки, во время которой врач или студент очень интенсивно готовится к степу, чтобы успешно его сдать. Мой dedicated period начался где-то в середине марта, с тех пор, как я удалилась из инстаграма и исчезла почти из всех соцсетей, кроме telegram, и в среднем он занял три с половиной месяца. С тех пор, как я вступила в свой dedicated period, я закончила решать банку вопросов involved. Я превращала только один круг. Сразу наперед забегая скажу, что я не делала второй круг, я не прорешивала ошибки, и на то были свои причины. Мне так было комфортнее, я не хотела по второму кругу гонить одни и те же вопросы, несмотря на то, что многие из них забывались. Я почитала писать в пробнике MBMI, потому что они более полезны для самого экзамена. После того, как я закончила решать банку Cross of Your World, я купила подписку вам ВОЗ, прорешала 2605 вопросов. Это не полный банк, всего там 2700, я делала задачи только от одного до четырех молоточков по уровню сложности. Потому что пять молоточков — это более такая лоэлт информация, и я решила не тратить на это свое время, потому что мне очень хотелось поскорее выйти на экзамен. Я уже устала от подготовки, и вот у меня были последние силы, я решила их направить в более правильное русло. ВОЗ я прорешала где-то за два-два с половиной месяца. В день делала по 40-60, но под конец за 60 вопросов, чтобы все успеть, потому что у меня там уже заканчивалась подписка, и хотелось как-то ускорить этот процесс. После запрещения банка вопросов ВОЗ, по статистике у меня, кстати, вышло в 70%, я написала первый пробник MBMI, это была 18-я форма, старая, ее сейчас нет на сайте, поэтому я ее решала оффлайн. По ощущениям, мне понравилось, что вопросы довольно короткие, короче, чем в остальных банках вопросов, которые я до этого делала, но задачи были специфичны, то есть к формату MBMI нужно привыкнуть. Он очень сильно отличается от того, что я делала ранее. Концепты, в принципе, тестируются те же самые, но стиль, формулировка задач, она довольно отличается, поэтому нужно время, чтобы привыкнуть к этим пробникам. У меня первый пробник MBMI вышел 209 баллов, чему я была очень рада, потому что была уверена, что я не прошла порог. Самые первые ощущения от пробника у меня были такие смешанные чувства, потому что вроде как было интересно, но при этом сложно, и я не была уверена, что я напишу хотя бы на 195 баллов. Но когда я увидела 209, я очень сильно обрадовалась, и это придало мне некой уверенности в моих дальнейших действиях. Дальше я поддерживалась такой схемой, что после решения каждого пробника MBMI я разбирала его, выписывала свои слабые темы, которые обязательно нужно повторить, и занималась повторением. После того, как я заканчивала повторять, решала следующую форму MBMI. Заранее скажу, что, как правило, нету какого-то четкого порядка, с какой формы начинать. Главное начать, но я бы от себя рекомендовала бы делать сначала старые формы, то есть с 20 по 24, их можно найти оффлайн, в виде PDF-файлов, а затем уже приступать к онлайн-пробникам, которые есть на официальном сайте MBMI, их можно купить. Каждая форма стоит по 70 долларов. Помимо того, что я разбирала пробники MBMI в подробностях, я также забыла себе вот такую тетрадочку, мне посоветовала одна статейкер Шалера, если ты смотришь, спасибо тебе большое за идею. Она мне посоветовала выписывать в тетрадку те концепты, которые я забываю. Здесь у меня, конечно, много всего понаписаны, и в целом во время подготовки к степу я никаких конспектов не вела, потому что вот этой книги мне было достаточно, эта книга сама по себе большой конспект, но мне хотелось вписывать именно те концепты, в которых я все время ошибаюсь, или то, что все время забывается. И заведя такую тетрадку, я облегчила немножко свой процесс обучения, потому что у меня была возможность просто ее открыть, полистать и вспомнить то, что я забываю. И, кстати, это классный вариант, потому что за несколько дней до экзамена, либо за вечер до экзамена вы можете просто открыть свои записи, просмотреть глазами, почитать и вспомнить то, в чем вы ошибаетесь. В целом распорядок выглядел так, что я вначале решала по одному пробнику МВИН в две недели, потом ускорилась и начала решать по одному пробнику в неделю. Это, конечно, морально очень тяжело, потому что ты вроде разбираешь один пробник, заканчиваешь, тебе хочется немножко вздохнуть, отдохнуть, и тут приходит время уже следующего пробника. Конечно, было физически тяжело, но у меня не было выбора, потому что нужно было к экзамену максимальное количество форм прорешать, чтобы чувствовать себя уверенной. Где-то здесь на экране я поделюсь своими баллами за пробники МВИН. В принципе, я была довольна баллом, потому что сейчас пас-фейл, и у меня не было цели писать пробники на 240-250, поэтому этого мне было достаточно, мне хотелось поскорее сдать экзамен. Я все сохраняла в свой ежедневник, у меня все задокументировано, зафиксировано. И самый большой скачок произошел от 25-го МВИН, который я написала на 217 баллов, до 25-го, который я написала на 230 баллов. Это, по ощущениям, был один из самых сложных пробников, и я была безумно удивлена тому, что хорошо его написала. И, если честно, на протяжении каждого пробного экзамена у меня было ощущение того, что я очень плохо его написала, что у меня будет низкий балл. И когда каждый раз я смотрела, видела свой результат, я была, мягко говоря, в шоке. Ну что, ребят, сегодня 16 мая. Я написала свой первый онлайн NBME. Скоро 79. Я посчитала количество ошибок, вышло 39. Ну и по вот этим вот формулам, которые есть в свободном доступе, у меня вышло 232 балла. Если честно, было немножко сложно писать на таймер, который встроен в саму систему, потому что ранее я писала оффлайн и ставила таймер самостоятельно. Но тут немножко напряженно чувствуется прям вот настоящая атмосфера экзамена. Я писала, кстати, не в своей комнате, а переселилась в комнату брата, чтобы мне здесь было не так прям комфортно за своим столом, где я обычно учусь. Думаю, также очень важно сказать, что я не писала пробник ЮСА, ни первый, ни второй. Это пробник экзамен, который покупается с банковым вопросом ЮВОРЛД. Почему я его не писала? Просто мне не хватало на него времени, и я решила сконцентрироваться максимально на NBME, потому что знала, что они более репрезентативны для самого экзамена. Соответственно, я делала упор только на NBME, и в конце уже на 320. Теперь самый такой важный аспект. Хочу вам рассказать, что же помогло мне улучшить мой балл за пробники NBME, как я от 209 поднялась до 232 баллов. Признаюсь честно, что я очень много искала видеозаписей на Ютубе, гуглила, но очень мало источников, которые позволяют сконцентрироваться на всех high-yield концептах и повторять только их без лишней воды. Поэтому я хочу вам порекомендовать именно то, что помогло мне, и я действительно почувствовала от этого эффект. Вот все, что я учила и смотрела, это мне попадалось в пробниках NBME. Во-первых, самый такой популярный среди свежих стептейкеров, это такой Ютуб-канал Mailman Medical. Это такой парень, который снимает короткие видосы по 4-5 минут и разбирает задачки. Но это задачи, которые он придумывает сам, но они очень похожи на стиль NBME. То есть смотря его видосы ежедневно, там хотя бы 2-3 штуки, вы очень круто начнете разбираться в этих вопросах и понимать, какие же концерты спрятаны в задачах. Я искренне вот от души его рекомендую, потому что он мне очень сильно помог. Каждое утро, когда я просто сидела, пила кофе на расслабоне, вообще не напрягаясь, я смотрела Mailman. Также вечером перед сном могла его включить, посмотреть несколько видосов и уснуть. То есть он не требует особых усилий, чтобы что-то выучить. Ваши мозги, в принципе, находятся на расслабоне, и он очень коротко объясняет, рассказывает только важный концерт, никакой воды, что очень ценно, особенно перед экзаменом. Также у Mailman есть PDF-файлы. Я их все скачала на свой iPad, но, если честно, я просмотрела только файл по нейроанатомии, там картинки, которые очень часто встречаются в NBME, файл по просто Neuroscience и файл по эндокринке. Все остальное я не успела просмотреть, но, думаю, если бы я про него узнала чуточку раньше, наверное, я бы сделала упор на его файлы, потому что они позволяют повторять все важные концепты, которые тестируются на экзамене. Еще один очень крутой YouTube-канал. Жалко, что мне никто не платил за рекламу, но я вот искренне от души рекомендую это то, что мне действительно помогло. Он называется Rahul Damani. Я в описании к этому видео вставлю все ссылки. У этого канала есть плейлист, который называется NBME Top Concepts. И там примерно 14 или 15 видео по всем системам органов. Я его рекомендовала уже и в Telegram-канале, но хочу еще раз повториться, сделать акцент, потому что это очень здорово помогает повторять всю систему цельно по важным концептам. Опять же, никакой воды, все только то, что встречается на пробниках и попадалось на экзамене. Кстати, у него есть одно видео, которое называется High Yield Arrows. Все, кто готовится к степам, вы знаете, что довольно часто попадаются вопросы со стрелочками. И вот он разбирал по всем системам вот эти стрелочки, и было довольно полезно. Мне даже на экзамене какой-то вот концепт оттуда попался. То есть все время, что я смотрела этого парня, его YouTube, все время вот эти концепты, они тестировались на NBME. Поэтому вот я хочу выделить вот два YouTube-канала. Это Melvin Medical и Rahul Damania. Очень крутые ребята. Огромное спасибо им за работу, потому что здорово экономят время и сильно помогают в подготовке. Также очень большую роль в моей подготовке сыграли занятия с репетитором. Я тоже рассказывала подробно в Telegram-канале, с кем я занимаюсь. Мы занимались с Мухаммадом раз в неделю по два часа. И его занятия просто были прекрасными, потому что это один из тех репетиторов, который поддерживает тебя, и он не заставляет делать то, чего ты не хочешь. Я, например, вообще не хотела решать второй круг Uworld, и я жаловалась Мухаммаду, говорила, что вот, как же мне быть. Потому что я знала, что предыдущие стептейкеры все там по два круга решали, и я чувствовала себя от этого какой-то, ну, неполноценной, что ли. Но мне очень повезло с репетитором, поэтому Мухаммад подсказал мне, что лучше сделать акцент на пробниках МВИ, и что я, собственно, и сделала. И вообще совет на будущее всем стептейкерам, вы должны готовиться так, чтобы вам самим было комфортно, не нужно сравнивать себя с другими людьми. Даже то, что я сейчас вам рассказываю, возможно, вам не подойдет. Вы выберете какие-то другие материалы для подготовки. Я лишь советую, делюсь тем, что помогло мне, и, возможно, это вам тоже кажется полезным. Но, пожалуйста, всегда сканируйте и фильтруйте через себя все, что вам говорят другие стептейкеры, потому что это не есть абсолютная истина, это не волшебный рецепт, который поможет вам сдать экзамен. Это лишь чужой опыт, которому нужно просто прислушаться и выбрать свой путь, который наиболее комфортен для вас. Именно поэтому я не делала вторую группу World, именно поэтому я не писала ни один ЮФСА, потому что я не видела в этом смысла. Зачем мне писать ЮФСА, если есть МВМИ и есть ФР-120, и у меня короткие сроки. Помимо занятий с репетитором, на протяжении последнего месяца перед экзаменом почти весь июнь я занималась со своей подружкой Элли, которая тоже сдавала экзамен в одни сроки со мной, и мы просто созванивались по Зуму, друг друга гоняли по каким-то сложным концептам, вместе повторяли. Я знала все ее слабые темы, она знала мои, и мы все время друг другу задавали вопросы, подгоняли, спрашивали. Иногда даже я там утром просыпалась, смотрю, у меня сообщение от Элли, там какой-то концепт она меня спрашивает, так же я ей задавала. И вот эта постоянная поддержка, связь друг с другом, она здорово помогала, потому что ты чувствуешь, что ты не один, с тобой есть человек, который проходит тот же путь, что и ты, и от этого, конечно, морально становится намного легче и спокойнее. Поэтому, если у вас есть возможность, или у вас есть человек, который тоже готовится к степу, приглядитесь к ним. Возможно, это хороший вариант, чтобы найти стадии партнера, потому что готовиться одному все-таки тяжело. А когда у вас есть единомышленники, это здорово облегчает весь процесс обучения. У Элли через 19 дней экзамен. Что ты чувствуешь? Тебе страшно стало, да? Ну, я чувствую, что немного страшно, и я, типа, как бы, немного боюсь с ним стать, но, как бы, как будто я готова. Ну, судя по моим пробникам, я готова, поэтому все должно быть хорошо. Вот, примерно, такие ощущения. Давай, типа, мы рядом сидим. Мы, короче, я не знаю, мне видно, нет, мы с Элей занимаемся уже, какой день подряд? Пятый день подряд. В мое утро, в ее вечер. Хочется пойти на экзамен, но надоела подготовку. Ну, уже хочется результаты видеть, невозможно. Все время одно и то же, вроде все повторили, но... У меня уже такой, мне кажется, все темы, типа, по кругу гоняются. Уже как будто, типа, одно и то же. Да. Что-то забывается. Лица и края, этому нет. Эля, кстати, тоже закончила раниму. Мини такая история. Мы с ней вместе окончили универ. Я не знала тогда, что она готовится к степу. Готовилась тихоря. Ты знала? Ну, ты знала, что я готовлюсь. Я в институте все выковывала. Но мы в универе друг друга знали. А потом получилось так, что мы случайно списались в Телеграме. Я даже не знала, что это она. И потом я поняла, что это Эля. Это было угарно. Честно, что мы оказались прямо на одном уровне. Ну, типа, по знаниям и по срокам. Да. Мой пример в одной зоне. И это, конечно, помогает друг друга обгрозить. Также хочу ответить на вопрос, который мне задавали в Телеграме, когда я почувствовала, что я готова идти на экзамен. По этому поводу я записывала промежуточное видео, но хочу здесь немножко обобщить и сказать, что полную, колоссальную уверенность я почувствовала ровно за неделю до экзамена, когда я написала фри-120 на 81%. До этого моя уверенность росла с каждым пробным по МБМИ, когда я видела, что у меня увеличивается балл. Но все равно даже перед пробным фри-120 мне было страшно, я боялась, я думала, что я еще не готова. И это чувство, мне кажется, оно нормально, оно есть у всех. Потому что, сколько бы ты ни учил, ну, материал просто огромный. Ну, ребята, это огромная книга, и это невозможно всегда все знать, всегда помнить. Ты учишь одно, у тебя вылетает другое из головы. Все время нужно обновлять, освежать информацию, смотреть, повторять, и невозможно один раз и выучить какой-то концепт, и больше к нему не возвращаться. Ну, это какие-то гении, наверное, так делают, но я всегда к таким людям не отношу. Я тот человек, который железобетонно запоминает весь материал, только прогнав несколько раз. Не потому, что я там какая-то глупая, а потому, что очень колоссальный объем информации, и этот экзамен, он не похож ни на один экзамен, который я сдавала ранее. Я только что осознала, что до экзамена осталось ровно пять недель. Сегодня 1 июня, первый день лета, и начало каждого месяца приносит мне невероятные какие-то переживания, эмоции, потому что я смотрю на календарь, и я понимаю, что день Х все ближе и ближе. Когда выйдет это видео, скорее всего, к этому моменту я уже сдам экзамен, выйду оттуда, буду знать результат, только потом смонтирую этот влог. На этой неделе я писала 28-ую форму MBME, и мне осталось всего три MBME, это 29, 30, 31, и Free 120, которые я планирую написать в прометрике. И, в принципе, день экзамена. Я, конечно, знаю, что нужно успокоиться, взять себя в руки, но к этому дню я шла очень долго. Знаете, вот если собрать все это время, ну, где-то моя подготовка в среднем заняла, ну, получается, примерно два года. В сентябре 23-го года было бы ровно два года. Я иду сдавать в июле, и это невероятно волнительно, потому что столько сил вложено в этот экзамен, столько времени. Ну, про деньги я молчу, наверное, об этом будет отдельный какой-то либо пост в Инстаграме, либо видео с подробным разбором, сколько денег ушло. Я испытываю невероятное волнение, тревогу, хотя, знаете, вот с каждым пробником я понимаю, что, в принципе, я готова к экзамену, я пишу на хороший балл, в принципе, можно было бы сейчас пойти сдавать, но в моей голове перфекциониста столько пунктов, которые нужно выполнить к экзамену, работы достаточно много. Это кажется, что финишная прямая, почти ничего не осталось, но очень много всего нужно успеть сделать за это время, я, конечно, переживаю. Что сказать, двигаемся дальше, посмотрим, что будет через несколько недель, мне жутко страшно, волнительно. Я сделала все, что я могла, я делаю все, что могу, все, что в моих силах, вот больше этого я не в состоянии. Результат не определяет весь ход событий, я в любом случае буду врачом, что бы ни случилось, я люблю свою профессию, это просто такой, знаете, вариант, возможность стать врачом в Америке, и если все получится, я буду невероятно счастливой. Этот путь мы проходим вместе, посмотрим, что будет дальше. Очередное подключение из Dedicated Life, пожалуйста, хочу показать вам кое-что очень важное, особо чувствительным, отойти от экранов. До экзамена четыре недели, мой First Aid уже просто не выдерживает мою подготовку, случайно вылетели вот эти листики, не знаю, что с ними делать, у меня сердце кровью обливается, но пока не хочу их приклеивать сюда, потому что я думаю после экзамена просто закрепить их на такие круглые, как они называются, спиральки, но просто хотела показать вам состояние своего учебника, это просто кошмар, мне его так жалко. Если обратить внимание вообще на первой страничке, я тут, конечно, все склеила, потому что уже невозможно, но смотрите, что с ним происходит. Я максимально бережно к нему относилась, он уже все, я тоже уже все, сил уже не осталось, я не знаю, как выдержать последние три недели, радуют только цветочки, мне мама положила сюда пионы, они просто пахнут невероятно, еще у меня вот тут есть пионы, это то, что радует мой глаз, вот такая вот красота, ну а я держусь, что сказать. Всем привет, очередное подключение с прошлого, сегодня 17 июня, и до моего экзамена осталось ровно 19 дней, я уже устала, это невероятно тяжело, вот сейчас настал тот самый момент, про который все обычно говорят, он называется, я уже не могу готовиться к экзамену, я хочу просто пойти, сдать, и не важно, какой будет результат, я сделала все, что могла, вот у меня сейчас уже эта стадия будто бы принятия, на данный момент мной написано 11 пробников NBME, на этой неделе я написала онлайн пробник 31 форума NBME, самая-самая новая, и набрала 77 процентов, сегодня суббота, я открыла свой ежедневник, и смотрю, вот учебных дней осталось совсем чуть-чуть, время летит с невероятной скоростью, я выбрала дату 6 июля, потому что я не знала, буду ли я к этому моменту хорошо писать пробники, поэтому я немножко запасом взлаживаю, это время безумно растянулось, но так нужно было, это путь, который я прохожу, и я не могла сделать быстрее, потому что, ну вот так вот, такой я перфекционист, к сожалению, и мне вот нужно все, что было по плану, по порядку, я не могу вот быстро-быстро, у меня все должно быть распланировано четко, продолжаем работать, осталось совсем немного, я уже хочу сдать экзамен, ребята, всем привет, у меня к вам новости, сегодня, какое сегодня число, 23 июня, я написала свой последний MBMI, 30, на 232 балла, я очень довольна, 12 MBMI я написала, полностью, я реально в шоке, что такой путь огромным пределом, потому что, когда я только начинала писать свой первый пробник, очень волновалась, потому что думала, что у меня будут низкие баллы, но как-то пал органично, вроде бы, рост, до экзамена осталось 12 дней, я очень сильно переживаю внутри себя от того, что этот день скоро настанет, я уже реально готова к нему, но немножко мандраж, потому что, когда ты к этому не уйдешь долгое время, ты очень трепетно и волнительно к нему относишься, поэтому я слегка переживаю, но в целом, если как бы полагать на мои пробники, то в принципе все должно быть хорошо, не знаю, что должно пойти не так. Ребят, хочу еще быстренько показать свой ежедневник, я здесь себе задолго, задолго, ну где-то за 2-3 месяца расписала себе такой примерный план, все, что мне нужно сделать до экзамена, но здесь, конечно, не все, но примерно. У меня здесь была цель закончить полностью ОМБОС, прорешать Юворл второй круг, но я этого не стала делать, поподробнее потом расскажу, почему. Повторенные темы, здесь я уже тоже все должно вычеркнуть, в принципе все повторила и, естественно, МБМишки, здесь вот я прописывала все МБМи, которые написала, 22-я тоже была написана, просто она была самая первая, и я думала, что я ее перепишу во второй раз спустя полгода, но что-то сейчас мне уже не хочется этого делать, там балл был достаточно низкий, где-то 190-185. Здесь вот все по порядку, все, что я писала, у меня прям такой план был, еще отдельно почему-то я решила продублировать это все одной страничке, мне не хватило, а здесь уже вот именно по датам, то есть со первой МБМи я написала 26-го декабря, ну, естественно, балл, смотрите, какой был, и потом уже, естественно, посмотрите, какой случился органичный рост, в принципе, я этим была довольна. Вот такой вот стикер у меня был, я его сделала 9 недель назад, прописала себе план на, получается, 9 недель, и раз в неделю я решала вот все МБМишки, плюс закончила Амбос. Ну, как видите, остался один фрис 120, и все. Еще у меня здесь отдельный план по лекциям, которые надо посмотреть, тут тоже я посистемно все посмотрела, осталось там всего лишь 4 штучки. Вот такая вот история, я человек, который очень любит планы, все расписывать, поэтому это мне действительно придавало спокойствие, и чувство того, что я, в принципе, все успеваю. Далее я хочу поделиться видеоматериалами, которые я записывала за день до пробного экзамена фрис 120, и сразу после него. Сейчас настал тот момент, когда я уже не могла видеть эту книгу, у меня в прямом смысле этого слова появляется работный рефлекс, я уже не могу повторять. Сейчас я жалею, что не выбрала 3 июля, а шестое, потому что, когда я выбрала дату экзамена, там был выбор между 6 и 3 числом, я побоялась выбрать слишком рано, и выбрала 6. Но что сделано, то сделано, просто хочу сказать, что я очень устала. Идти к мечте невероятно тяжело, я очень часто не верю в себя, руки опускаются, и с каждым днём ты вроде становишься близко к мечте, но тебе всё равно страшно, сколько бы ты не выучил, сколько бы ты пробников не написал, сколько бы ты не старался, с утра до вечера не учился, всё равно этот страх, он присутствует, и, наверное, он исчезнет только тогда, когда я увижу результаты за экзамен. Очень хочется всё бросить, уже ничего не делать, но я понимаю, что это последние дни, завтра я пишу пробник в Прометрик-центре, не знаю, как я буду учиться в оставшиеся дни, до экзамена 8 дней, и я была уверена, что последние дни будут очень продуктивными, что я буду невероятно усердно учиться, потому что у всех ребят, кто сдавал экзамен, я читала, что они там учатся по 12 часов в день до экзамена, и я понимаю, что я даже 6 часов не могу сейчас учиться, у меня настолько опустошённое состояние, у меня настолько опускаются руки, что я просто не могу ничего делать. Но меня успокаивает мысль о том, что совсем скоро это всё закончится, и сейчас у меня увеличивается тревога, я пытаюсь с ней бороться, я общаюсь со своими близкими, я общаюсь с подругой Хисели, которая тоже скоро сдаёт экзамен, и меня это немного успокаивает, но всё равно, что бы ни было, ты чувствуешь себя одиноким, потому что ты будто плывёшь в этой лодке один, и единственная твоя поддержка это ты, потому что у тебя есть только ты, и никто за тебя не сделает то, что ты должен сделать. Посмотрим, что будет дальше. Ребята, всем привет! Знаете, какой сегодня день? Сегодня 29 июня, это значит, что я еду в Прометрик-центр, чтобы писать свой фри 120. Я специально выбрала именно такой вариант, чтобы почувствовать атмосферу Прометрика, познакомиться с ним, чтобы в день экзамена мне было немного поспокойнее. Я чуть-чуть переживаю, потому что... Да ладно, что чуть-чуть, я нормально переживаю. Я иду с папой. Слышала, что новый хрис 120 намного чуть-чуть сложнее, чем старый, поэтому посмотрим, как будет. С тобой айпад, буду немножко повторять дороги. Ты волнуешься на меня? Не-не. Тебе пофигу вообще? Не, не пофигу, я уверен. Ладно. Мы поехали. Ребята, только что произошло очень важное событие. Я написала фри 120 про метрики на 81. Это было очень волнительно. Я думаю, важно сказать, что это было сложно. Это было реально сложно. Я не ожидала, что новый хрис 120 такой тяжелый, но, видимо, все говорили правду, потому что моя голову просто разрывалась на каждом вопросе. Хотелось поставить галочку в первом блоке почти на каждый вопрос, и я очень сильно расстроилась вначале, когда увидела вопросы. Мне было как-то не по себе. Я была уверена, что я провалю, что будет какой-то низкий балл по типу 60 и так далее. Но вы знаете, что фри 120, если ты пишешь выше 60, то это такая сейв-зона, то есть вероятность того, что ты зашел экзамен достаточно высока. Ну, естественно, если бы я увидела цифру ниже 70, я бы очень сильно расстроилась. Я бы, наверное, даже думала бы приносить экзамен. Не знаю, эмоции смешаны, потому что я была уверена, что балл будет низким, но почему-то я чувствовала, что ниже 70 я набрала, но по ощущениям было так. Но вот если сейчас посмотреть на мою бумажку, то первый блок 90%, второй 73%, третий 80%. Я реально была в шоке, когда я увидела результат, потому что мне было пипец как страшно. Я думала, если я вдруг не напишу новую фри 120, то, наверное, буду писать еще и старый, чтобы как-то успокоиться. Но сейчас, в принципе, я довольна. Через неделю экзамен и двигаемся дальше. Что сказать? Я почти у цели, ничего не осталось, одна неделя, и все. хочу вам еще быстренько показать внутренний дворик Прометрика. Я сдаю в Калвер-Сити, и здесь очень красиво. На перерыве можно выходить, сидеть, отдыхать, дышать свежим воздухом. Достаточно симпатично, уютно, и в принципе, прям очень такое благополучное место. Мне безумно понравилось. Я прям очень довольна. Такая вот красивая здесь атмосфера. Пока я жду папу, я решила еще немного с вами поболтать. В общем, что хотела сказать. Несколько вещей, которые мне помогли на пробном экзамене на Фрису-120, я предусмотрела и взяла с собой капли для глаз, и это было, наверное, самое правильное решение, потому что глаза очень сильно болят от компьютера, который там находится. Ты сидишь очень близко к экрану, плюс я увеличила шрифт, потому что там очень мелкий текст, и я его по масштабу не сделала. И из-за этого глаза болят еще сильнее. Хоть ты и отодвигаешься назад, чтобы не так сильно напрягаться, но это очень сложно, и голова начинает из-за этого болеть, и глаза. Поэтому мне очень сильно помогла безболивающая таблетка. Вот обязательно просто мастер-экт на экзамен с собой, и капли для глаз тоже обязательно. Потому что глаза очень сильно сохнут, и невозможно. По температуре я была уверена, что там холодно, но мне в моем случае было даже немножко жарко. То есть я могла его спокойно снять, но не было такой прям надобности. В целом было достаточно комфортно сидеть. Я почему-то думала, что здесь работают кондиционеры, так же, как и везде в Америке, и думала, что мне будет безумно холодно. Потому что с собой еще на всякий случай взяла другой, ну, сверху накидку, но благо я ее не достала. Из еды у меня с собой батончики, я съела один, съела половинку с шоколадки и запила все это водой. В принципе, ничего такого. Кофейного таблетка мне сегодня не понадобилась, потому что я писала всего лишь три блока. Думаю, на следующий раз, на реальный экзамен, она мне понадобится. Ну, в принципе, здесь в целом комфортно, я рада, что я приехала, потому что я уже познакомилась с атмосферой про метрика, знаю, где что находится, какие-то особенности. Тебе нравится? Хочешь войти в мой влог предэкзаменационный? У меня еще там нету. Теперь есть. Сегодня 1 июля, прошло ровно два дня с того момента, как я написала пробный экзамен Free120 в про метрике. И, по-моему, в день после того, как я его написала, я была очень такой перевозбужденной. Не помню, что я там наболтала на камеру, но хотела немножко такое более внятное впечатление свое оставить уже в домашней обстановке. Что хочу сказать. Если у вас есть возможность пойти в про метрик и написать пробный экзамен там, не сомневайтесь, даже не думайте. идите и пишите. Я думаю, вы помните мое состояние за день до экзамена, как я сидела, переживала, у меня чуть ли не там слезы текли из глаз. В общем, было очень волнительно, потому что я зачем-то решила, что мне нужно повторять за день до экзамена, хотя ни в коем случае так не надо делать, потому что чем больше ты открываешь книгу, чем больше ты читаешь, тем больше тревожности возникает ощущение того, что ты все забыл. Мой самый большой страх это забыть то, что я уже когда-то выучила, и просто не воспроизвести это на экзамен. После того, как я увидела свой результат, я решила, что в этот день я отдыхаю, 29-го, и 30-го я тоже взяла выходной. Мне нужно было реально расслабиться, потому что мои мозги до экзамена, пробного, они прям очень сильно перенапряглись, и мне было морально очень тяжело. Я еле держала себя в руках. Сейчас я максимально спокойна, меня даже пугает это спокойствие, потому что, ну, как бы, через сколько, через 5 дней у меня экзамен, я должна там волноваться, переживать, но у меня такого вообще нету, я настолько спокойна. Вот это, наверное, то состояние, к которому я стремилась. Если есть возможность, пишите пробный 3-120 в самом промедрике, вы почувствуете эту атмосферу экзамена. Да, вы пишете три блока по 40, но в целом этого достаточно, чтобы погрузиться в это экзаменационное состояние и поверить в себя. Вот что мне это дало, я реально поверила в себя, у меня чуть-чуть меньше стало сомнений, чуть-чуть уменьшился страх, и теперь я с точностью могу сказать, что я готова идти на экзамен. Это мне очень много выстоило. С первого дня моей подготовки я мечтала об этом состоянии. И вот 1 июля 23-й год это состояние достигнуто. Я невероятно счастлива, поэтому сейчас я реально с нетерпением жду экзамен. Очень хочу пойти его написать, никакого волнения. Хочу просто пойти, написать, выйти из сперметрика, записать вам влог, записать кружочек в телеграмм. Ребята, я вышла с экзамена. И все. И тогда жизнь будет еще прекраснее, чем сейчас. Не бойтесь результата, делайте то, что вы любите, вкладывайте максимальное усилие, не забивайте на свои мечты, и поверьте, рано или поздно они станут реальностью, и все воплотится, потому что вы пашите, вы трудитесь, и ваш труд, он оценится когда-нибудь, вы это почувствуете. Думаю, также немаловажно сказать про подготовку к самому дню экзамена в плане комфорта и в плане одежды. Далее у меня на ютубе выйдет видео про то, как я сдавала степ 1, я вам там все в подробностях расскажу, но в этом видео хочу именно сделать акцент на одежде. Очень важно выбрать комфортную для себя одежду, чтобы вам было максимально удобно, потому что экзамен длится 8 часов. Также нужно выбирать одежду с минимальным количеством карманов, капюшонов, потому что каждый раз вы все это будете выворачивать и вас будут проверять. Естественно, чем меньше карманов, тем быстрее вы зайдете на свой экзамен и вас быстрее проверят и вы потеряете меньше времени со своего перерыва. И я решила очень ответственно к этому подойти и поняла, что у меня нет подходящей одежды в карцеробе, поэтому отправилась на шопинг специально для дня экзамена. В следующих видео уже поделюсь тем, как я выбирала одежду. Уровень моей подготовки к экзамену я решила приехать в Nike, чтобы купить себе комфортную одежду для экзамена и мне понравился вот такой свистшот и вот такие брючки. Думаю, я их возьму, потому что в целом достаточно комфортно, оверсайз, все, как я люблю и в принципе 8 часов находиться в таком аутфите, думаю, будет нормально. Еще тут меряю всякие футболочки, но они мне не понравились и вот это мне тоже не понравилось, вообще сковывало движение. А вот этот свистшот, он вроде такой короткий, не длинный, но очень комфортный, так что думаю, я его беру. Когда меня будут проверять, я просто буду вот так вытаскивать карпан, поднимать вот так вот штанинку и все. Ура! Наряд наконец-то выбран. Так, вот номер два. Смотрю на вот этот топ, он в принципе классный, я пока вот думаю мне надевать такой топ под этот свистшот или вот другую футболку, ну, она, естественно, больше, не знаю, наверное, это, но мне важно, чтобы было максимально комфортно на экзамене, сейчас буду думать и смотреть, но в принципе свободно себя чувствую, поэтому руки двигаются, так что норм. В общем, что я решила, беру вот это, беру обязательно вот этот свистшот, его надену на экзамен и вот такой вот топ, тоже мне очень понравилось. Ну все, это был самый быстрый шопинг в моей жизни, едем дальше. Все, аутфит на день экзамена готов. Мама, ты рада за меня? Ну, мама, я к экзамену готовлюсь именно так. Мы машину потеряли, она там была вообще-то, вот. Это видео подходит к концу, спасибо большое, что посмотрели, мне очень приятно за обратную связь, которую вы оставляете в инстаграме, на ютубе, в телеграме, я все это очень-очень ценю. Если у вас возникают какие-то вопросы, можете их оставлять сразу в комментариях под этим видео, либо если у вас есть какие-то идеи для следующих видео, что бы вы хотели видеть на канале, то я с удовольствием все почитаю, буду иметь в виду, и пока я буду находиться в отпуске в Москве, я подготовлю целый список по тому, какие видео снимать далее. Будет о том, как я провела день до экзамена, и еще одно видео будет про то, как я сдавала сам экзамен с ТЭП-1, и мне кажется, это будет самым интересным и волнительным. Спасибо большое за просмотр, желаю вам всех успехов в подготовке к ЮСМЛИ с ТЭП-1, это очень нелегкий путь, но я уверена, что у вас все получится, потому что вы прилагаете достаточно усилий. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok